Тбилиси Виктор Орбан вновь бросает вызов в Брюсселю. Пока Евросоюз обсуждает возможные нарушения на выборах в Грузии, премьер Венгрии поздравляет грузинскую мечту с победой и гостит в Тбилиси. О реакции Запада на итоги выборов и венгерский демарш в Большом нестойке через несколько минут расскажет европейский корреспондент РТВА Андрей Ежов. Один из крупнейших автоконцернов в мире собирается закрыть сразу три завода. Десятки тысяч работников Volkswagen могут потерять работу. В Японии либерал-демократы проиграли выборы. Они потеряли большинство впервые за 12 лет. Это Большой Ньюсток на РТВА. Меня зовут Александр Павлов. Здравствуйте. О самых главных новостях дня расскажем в ближайший час. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе сегодня провел первое заседание правительства после выборов. Он заявил, что его партия опередила ближайшего конкурента почти на 900 тысяч голосов. Однако эти результаты не признает оппозиция. В центре Тбилиси в эти минуты проходит массовая акция протеста. Там сейчас находится наш корреспондент Юрий Кукин. Юра, приветствую тебя. Расскажи, что у тебя происходит. Саша, приветствую. Митинг оппозиции начался несколько часов назад. Здесь, на проспекте Руставели, перед зданием парламента установили огромные колонки. А с лестниц парламента уже вовсю выступает оппозиция. Я напомню, что четыре оппозиционных блока, которые прошли 5-процентный барьер, отказались получать свои мандаты и участвовать в работе парламента. Более того, они уже только что заявили с трибуны, что требуют получить доступ к электронной информации Центра избиркома, проведение международного расследования и повторных выборов. Отказалась признать итоги голосования и президент страны Соломеза Рубишвили. Она выступила первой сразу после гимна и заявила, что намерена продолжать поддерживать народ до конца на его пути к евроинтеграции. Но я напомню, что именно президент Соломеза Рубишвили призвала, собственно, граждан Грузии выйти на массовые акции протеста, чего и как оппозиция хочет добиться этими митингами. Ранее она объяснила в интервью Ассошиэтит Пресс. Давайте послушаем. Это способ показать, где находится население. Это не обязательно рычаг давления, потому что люди очень миролюбивы и будут очень миролюбивы. Потому что население здесь знает, какова наша геополитическая обстановка. Вот почему они всегда очень взвешены и очень сознательно относятся к поддержанию стабильности. Но это способ, которым население может показать, что у него нет другого способа выразить, что его голоса были украдены, что его будущее было украдено. Стоит отметить, что митинги анонсировались и на день голосования, и в воскресенье. Но вот все началось только сегодня, уже после официальных публикаций данных Центра избиркома. Оппозиция во главе с Соломеза Рубишвили обвиняет грузинскую мечту в пророссийской позиции и фальсификации выборов, благодаря чему та и смогла получить 53% голосов. Ранее оппозиционные опросы давали грузинскому мечтению больше 40%. В самой правящей партии на это заявляют, что оппозиционные исследовательские центры подтасовали данные экзит-полов и называют свою победу убедительной. Вот что об этом говорил премьер-министр страны Иракли Кабахидзе. Давайте послушаем ее. Победа настолько впечатляющая и очевидная, что любая попытка говорить о фальсификации в условиях электронных выборов и беспрецедентной предвыборной обстановке, конечно, обречена на провал. Ну, накануне прошла пресс-конференция международных наблюдателей. Ее итогов и итогов их оценки ждали многие, в том числе и один из оппозиционных блоков за Грузию, экс-премьер-министра Георгия Гахария. Так вот, международные наблюдатели, в том числе от ОБСЕ, от парламентской ассамблеи НАТО, а также Европарламента, отметили, что организация выборов прошла на высоком уровне. Однако они указали на многочисленные нарушения, которые проходили в сам день голосования. Назвали атмосферу на дне голосования напряженной. Они сказали и о вбросах бюллетеней, и о проблемах с маркировкой избирателей. Ее наносят специально, чтобы один человек не мог проголосовать дважды. А также говорили и о подкупе людей, и давлении на наблюдателей, а также оппозиционных журналистов. Ну, сейчас главный вопрос заключается в том, как долго противники грузинской мечты намерены добиваться своего, и как на это будет реагировать полиция. Впрочем, политологи предполагают, что силовыми методами бороться с протестами у власти просто не получится. Я согласен с мнением, что у грузинских властей нет достаточной силовой структуры. Это никогда не было. Потому что Грузия очень маленькая страна, и все друг друга знают. Полицейский, чей-то сосед, чей-то родственник, и обычно они не очень... Потом у них очень маленькие зарплаты. За какие-то тысячи, две тысячи лары они не будут стрелять, скажем так, своих потенциальных соседей и родственников. С силовыми методами вряд ли у грузинской мечты получится подавиться какое-то сопротивление. Вопрос в другом. Насколько общество готово на это? Мы видели несколько раз, что общество готово в прошлом, но сейчас пока я не чувствую, потому что уже вчера прошли выборы, которые все считают, что фальсифицировали, но никакого движения не было, спонтанного. Ну а сейчас, видимо, митинг оппозиции уже подходит к концу, выступления закончились, и, как вы слышите, наверное, звучит громгизи, гимн Грузии, прошу прощения. Ну а мы продолжим наблюдать за ходом протестов из Тбилиси, Саша. Да, Юра, спасибо. Корреспондент РТВ Юрий Кукин был на прямой связи из Тбилиси. Виктор Орбан снова удивляет Евросоюз. Он первым из европейских лидеров поздравил партию «Грузинская мечта» с победой. И несколько часов назад прилетел в Тбилиси. В то время как Брюссель ставит под вопрос результаты грузинского голосования и требует их проверки, указывая на нарушение демократических стандартов. О реакции Запада на выборы в Грузии наш коллега Андрей Ежов. Виктор Орбан вновь пытается доказать, внутри Евросоюза он не такой, как все. Поздравительные ноты лидерам «Грузинской мечты» и визит венгерского лидера в программе «Встреча с правительством в Тбилиси». Все это до объявления официальных результатов и на фоне вопросов к предварительным итогам выборов как в самой Грузии, так и в Брюсселе. В ходе предвыборной избирательной кампании мы стали свидетелями беспрецедентного уровня дезинформации и жесткой антиевропейской риторики. И мы можем сказать, что некоторые из нарративов, использованных в ходе этой кампании, были явно и непосредственно вдохновлены российской пропагандой. А визит премьер-министра Орбана в Тбилиси проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Грузией. Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на посещение Тбилиси. Политические институты в Брюсселе еще до выборов приостановили контакты с правительством грузинской мечты. Это стало ответом на действия и риторику правящей партии, принятие законов о так называемых иноагентах и дискриминации меньшинств. Теперь Европа призывает электоральные власти Грузии расследовать нарушения и ответить на обвинения в выборных фальсификациях. Такой же позиции придерживается и Вашингтон. Грузинский народ принял демократию. Теперь политические лидеры Грузии должны уважать верховенство закона, отменить законодательство, подрывающее основные свободы, устранить недостатки в избирательном процессе и продвигать Грузию к ее евроатлантическому будущему. Вопрос о нарушениях в Грузии и дальнейшем пути страны в единую Европу власть и ЕС поднимут на неформальной встрече 8 ноября. Заседание Евросовета проведут в Будапеште. Минувшие два дня для Европейского Союза и стран в него стремящихся стали настоящим выборным супер-уикендом. Правительство кроме Грузии выбирали в Болгарии, второй тур парламентских выборов состоялся в Литве. Правящую коалицию вместо консерваторов в Вильнюсе формировать теперь будет партия социал-демократов. Несмотря на различия в деталях и возможный сдвиг влево, большинство аналитиков уверены, что внешняя политика и общий вектор Балтийской республики останутся прежними. «Я ожидаю, что основные вещи не изменятся. Мы будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно. Мы будем придерживаться наших ценностей. Мы не будем избирать пророссийских кандидатов, которые хотят перетянуть Литву на восточную сторону». Политика нового правительства может отразиться на релакантах из России и Беларуси. Функционеры победившей партии говорят, Литва должна применить опыт Польши, тщательно проверять политических мигрантов на предмет их связи со спецслужбами. В то же время проевропейским россиянам следует разрешить въезд в страну. О каких-либо отношениях с Кремлем, говорят в Вильнюсе, речи не может быть ни для одной из партий. Так что дипломатический подход страны останется прежним, пока внутри Литвы обещают реформы. «Результаты выборов действительно показали, что литовцы, независимо от того, где они живут, в больших городах, поселках или деревнях, хотят перемен. Им нужно совершенно другое правительство. Не высокомерное, а слышащее об их проблемах, ищущее решение этих проблем». Выход из тупика на выборах уже в седьмой раз. За последние четыре года искали граждане Болгарии. Очередные, внеочередные выборы дали большинство проевропейской партии Герб во главе с бывшим премьером Бойко Борисовым. Внутри одной из самых коррумпированных стран ЕС больше всего мест получают политики из клептократической группы партий, говорят аналитики из Софии. Вторая группа, которую можно назвать демократической, это партии, которые честно пытаются отстаивать идеи справедливости и либеральной демократии. Третья группа – партии, которые открыто выступают за Путина. Партия Возрождения называет себя пророссийской, у нее третье место по итогам выборов. Создание коалиции с ней победителя исключили. Впрочем, главный кандидат на пост премьера Болгарии Бойко Борисов отличался многовекторным подходом в прежней каденции. Политик сохранял отношения и с Москвой, и с Турцией, одновременно развивая партнерство с ЕС и НАТО. Я чувствую себя немного неловко, когда прихожу просить вас проголосовать в седьмой раз подряд, но вы видели, что у нас было коалиционное правительство, которое продержалось около 9-10 месяцев. Посмотрим, что будет дальше. Коалицию Бойко Борисов, скорее всего, сформирует вместе с блоком «Демократическая Болгария». Однако сценарий может измениться в случае победы Дональда Трампа. Приход, считающегося более терпимым, коррупцией политика может привести к правительству меньшинства, партии Герб и олигархическим блокам «Новое начало». Его лидер находится под санкциями Вашингтона. Андрей Ижов и Михаил Финокуров, RTVI. В Иерусалиме открылась зимняя сессия парламента. Кнессет до апреля должен принять ряд важных законов, в том числе бюджет на 2025 год и закон о призыве. Нынешняя сессия может стать самой трудной для Кнессета этого созыва. И не только из-за противоречий между оппозицией и коалицией. Все это на фоне переговоров с Хамас, новых угроз Ирана и продолжающихся боевых действий в секторе Газа и Ливани. Подробности узнаем у нашего израильского корреспондента Бориса Штерна. Он присоединяется к нашему эфиру из Кнессета. Боря, приветствую тебя. Если закон о бюджете не будет принят или не будет принят закон о призыве, коалиция может распасться и будут объявлены новые выборы, то есть выборы во время войны, вообще, насколько это приемлемо? Саша, привет. Ну, скорее всего, это неприемлемо. Это самый худший вариант развития событий. Все остальное это пока прогнозы. Но могу сказать абсолютно точно, открытие зимней сессии было, наверное, самым тяжелым вот для этого Кнессета, для Кнессета этого созыва. Началось все с расширением протокола с церемонии памяти жертв войны 7 октября. Год мы отмечали на прошлой неделе. Сегодня эта церемония, такая церемония прошла непосредственно в Кнесте. Ну и потом, собственно, заседание, на котором по очереди выступали сначала спикер Кнеста, потом президент, потом премьер-министр и глава оппозиции. Понятное дело, у всех абсолютно разные взгляды на все, что происходит. Но все сходятся в одном, и эксперты в том числе. Закон о призыве важен, без него не получится принять бюджет. Без бюджета правительство, коалиция нерелевантна, и, соответственно, страна отправится на выборы. Причем все говорят о том, что это будет очень трудная сессия баталий, выяснение отношений, и даже в оппозиции утверждают, что сдаваться не собираются, а компромиссы по многим пунктам невозможны. Вот как ситуацию нам прокомментировал вице-спикер Кнессета, депутат от партии НДИ Евгений Сова. Давайте послушаем. Такое ощущение, как будто войны нет, такое ощущение, что у нас все хорошо с экономикой, и судя по тому, что готовит правящая коалиция уже в первый день зимней сессии, мне кажется, что она не то, что не сделала работу над ошибками, но и пытается делать то, что было до войны. Самым главным препятствием зимней сессии будет закон об отсрочке призыва для ультрандоксальных учащихся религиозных ишив. В то время, как многие в Израиле получают уже четвертую повестку, делают более двухсот дней резерва, десятки тысяч молодых ультрандоксальных учащихся религиозных ишив получают за срочку. Это то, что требуют сегодня соратники коалиции Нитанягу. Мы, естественно, будем этому препятствовать. Компромиссы возможны по этим вопросам? То, о чем говорил президент Герцог о том, что необходимы компромиссы, необходимо движение навстречу друг другу? С нашей точки зрения, единственный компромисс это закон о призыве для всех. Исполнилось тебе в 17 лет, приходи на призывный пункт, а дальше армия решит, что с тобой делать. Понятно, что невозможно призвать все сто тысяч ультрандоксов сразу в армию. Но, если не стремиться к такому закону, а говорить, что мы у власти и мы будем решать, что мы хотим, то никакого компромисса не будет. Я вам скажу, что бюджет на 25-й год, который сейчас готовится в Минфине и правительством, это тяжелый бюджет. Если не будет широкого согласия, мы ни к чему не придем. Ну, несмотря вот на такие формулировки, 68 мандатов у коалиции позволяют принять любой бюджет теоретически, если в самой коалиции придут к какому-то согласию. Менее часа назад началось экстренное заседание у премьер-министра. У него присутствуют представители коалиции, представители религиозных партий, представители Министерства обороны. Есть некие компромиссы, на которые готовы пойти внутри коалиции депутаты поддержать существующий вариант закона о призыве, а соответственно в обмен на это религиозные партии гарантируют принятие бюджета. Ну и тогда все вроде бы как и неплохо. Но опять же, никаких стопроцентных гарантий нет, сессия будет очень тяжелой, все происходит на фоне войны, боевых действий в секторе Газа, в Ливане, по поводу, на фоне переговоров по освобождению заложников. И это, кстати, еще одна очень тяжелая тема для нынешней сессии КНЕС. Это прямо сейчас за стенами парламента идет демонстрация в поддержку сделки, в поддержку заложников с требованием Нитаньягу принять условия сделки, которые обсуждают сегодня. Саша? Да, Боря, а как депутаты оценивают результаты удара по Ирану? Ну, здесь примерно все то же самое. С одной стороны, глобально и оппозиция, и коалиция поддержали действия правительства. Удар по Ирану получился сдержанным в угоду Соединенным Штатам. Судя по всему, все утверждают, что можно было ударить намного мощнее, но по данным Министерства обороны, министра обороны, премьер-министра, Иран получил очень серьезный удар. Тем не менее, в оппозиции говорят о том, что все, конечно, неплохо, но надо было сильнее. Вот опять же формулировки вице-спикера Кнеста Евгения Савы. Давайте послушаем. Параллельно идут боевые действия, параллельно идут переговоры по освобождению заложников. Здесь есть компромисс, здесь есть понимание того, что делает правительство, удар по Ирану, эффективность действий правительства, или здесь тоже полный раздрай? Все, что касается войны, мы в партии Индии с первого дня заявили, мы полностью поддерживаем действия, направленные на устранение угрозы против Израиля. Мы поддерживаем действия в Газе, мы поддерживаем действия против Хизбаллы, и, конечно же, мы поддерживаем действия против Ирана. Но именно действия, а не разговоры в теории, попытка выдать желаемое за действительное. Ситуация по поводу Ирана была уникальной. У нас была возможность нанести такой удар, чтобы в Иране даже не говорили об ответе. К сожалению, мы тоже видим, что этого не произошло. Я не буду вдаваться в детали. Сегодня было заседание комиссии по внешним делам и обороне. Я не могу с вами поделиться деталями, но я могу сказать, что от нас ожидалось больше, чем было сделано во время атаки на Иран. Спасибо. Но, тем не менее, все заканчивается и внутренними противоречиями, и, опять же, ожиданием вот этого ответного удара со стороны Ирана. Тегеран обещает отомстить. Как это будет происходить, не ясно. В Израиле констатируют два очень важных факта. Завод по производству баллистических ракет уничтожен. Система ПВО, которая прикрывает Тегеран и стратегические объекты Ирана, уничтожена. В том числе, да, у Ирана осталось около двух тысяч баллистических ракет, которые угрожают Израилю. Но, судя по тому, что происходит на переговорах по освобождению заложников, на переговорах с Хамасом, которые продолжаются, параллельно явно в Иране понимают, что не они теперь диктуют правила игры. Буквально несколько часов назад глава МОСАДА вернулся из Катара. В ближайшие несколько часов должно состояться закрытое совещание правительства по этому вопросу. И часть экспертов предполагает, что, возможно, на этой неделе будет заключена какая-то предварительная сделка, но это будет шаг вперед в направлении освобождения заложников и, возможно, в прекращении войны, поскольку цели войны это как раз вот то самое освобождение заложников, которое уже второй год находится в плену у террористов. Саша? Да, Боря, благодарю тебя. Ближневосточный корреспондент Артевиай Борис Штерн был на прямой связи из Израиля. В НАТО подтвердили информацию о том, что северокорейские военные были отправлены в Россию для оказания помощи в боевых действиях против Украины. По данным Альянса, некоторые из них уже развернуты в Курской области. Генеральный секретарь организации Марко Рютте назвал участие Пхеньяна значительной эскалацией конфликта. Расширяющееся военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет угрозу как для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в Евроатлантическом. Оно подрывает мир на Корейском полуострове. Пхеньян уже поставил России миллионы единиц боеприпасов и баллистических ракет, которые усугубляют серьезный конфликт в самом сердце Европы и подрывают мир и безопасность во всем мире. В обмен на это Путин предоставляет Северной Корее военные технологии и другую поддержку для обхода международных санкций. Заявления Марка Рютта прозвучали после брифинга южнокорейской делегации. Для послов Альянса в Брюссель приехали высшие должностные лица разведки армии Южной Кореи, а также высокопоставленные дипломаты. Владимир Путин на саммите БРИКС на вопрос о северокорейских солдатах напомнил о возможности ратифицировать четвертую статью нового договора России с КНДР, где прописана возможность оказания военной помощи в случае нападения. Ранее Кремль назвал сообщение об отправке военных из Северной Кореи информационной уткой. В Верховную Раду сегодня поступил указ президента об увольнении генерального прокурора Андрея Костина. Профильный комитет документ утвердил. Дальше последует голосование в сессионном зале. Костин подал в отставку из-за скандала с массовым оформлением инвалидности прокурорами. Стало известно, что треть сотрудников прокуратуры Хмельницкой области оформили себе вторую группу. В выходные появились новые детали и новые цифры. Льготникам в районе 40 лет и их полтысячи. Зачем прокурорам инвалидность, выяснили коллеги РТВА из Киева. Офис генерального прокурора ныне ежедневно публикует кадры спасения деревьев от черных лесорубов, найденные у контрабандистов кости древних животных и керамику времен Руси. Политехнологи этот прием называют сменой информационной повестки. Ведомство пытается сделать так, чтобы новость о прокурорах-инвалидах потерялась. Центр противодействия коррупции заявил, что каждый третий прокурор страны оформил льготу. Генпрокуратура опубликовала свою статистику. Говорят, так не по всей стране, а только в двух областях. В остальных регионах льготников 10%. Заявление на увольнение написали руководители 6 из 25 прокуратур. В отставку идет и глава ведомства. Он полностью провалил борьбу с коррупцией в государстве. Полностью. Его замов, подчиненных, все эти истории про прокуроров, инвалидов. В общем, они вместо того, чтобы бороться с коррупцией в СИИ, ее возглавили, друзья. В начале весны появились слухи о скорой отставке Андрея Костина. СМИ причиной называли его особый подход к службе. Почти по полгода он проводит в заграничных командировках. Оппозиция, считают, увольнение генпрокурора это не наказание. Костин может отправиться послом в Нидерланды. Напомню, его предшественница Ирина Венедиктова после череды скандалов и увольнения назначена послом в Швейцарии. Историю с прокурорами-льготниками активно раскручивает оппозиция. Впрочем, свою вторую группу эти 500 человек получили во времена президентства Петра Порошенко. Люди с инвалидностью освобождены от призыва на воинскую службу в Украине. Однако прокуроры от мобилизации забронированы. Вторая группа им нужна ради денег. Ежемесячная надбавка около 5000 долларов. Эту пенсию получают прокуроры возрастом от 32 до 40 лет. Военные, который потерял руку, ногу или зрение, получают в Украине 600 долларов. Офис президента обилие подобных скандалов объясняет активной борьбой властей с коррупцией. Когда о них становится известно, значит, страна на верном пути. Вот смотрите, у нас есть антикоррупционная инфраструктура, значит, коррупции не должно быть. Нет, вопрос коррупции во внутреннем восприятии этого явления. Кто-то же дает взятки, кто-то хочет получить какое-то преимущество. Заявление об увольнении написали также руководители ряда управлений налоговой службы на востоке страны. СМИ узнали, что глава фискального отдела Сумской области и одновременно член команды президента Елена Хотенко взяла 60 тысяч долларов в кредит у сына-пятиклассника. Украина в шаге от скандала и в сфере налоговой. Это о ней. Для меня это однозначно коррупция. По-другому быть не может. Если взяли у сына 2 миллиона 800 тысяч, значит, вы же положили их ему в тумбочку. Он достал и отдал вам. Утром управления национальной полицией в центральных областях начали публиковать кадры, как офицеры и главы подразделений слушают семинары по антикоррупционной политике. Известно о двух десятках таких тренингов. Чем больше институт коммуницирует о своей занятости, своей работе гражданам Украины, тем больше ему доверяют. Элементарная вещь. Всем же понятно. Расскажи, что сделал и люди тебя услышат. Череда коррупционных скандалов продолжается в Украине с начала месяца. 4 октября стало известно о главе врачебной комиссии Хмельницкой области. У чиновницы дома нашли 6 миллионов долларов наличными, которые она получила за справки для уклонения от мобилизации. В выходные Центр противодействия коррупции изучил декларации всех 25 руководителей медико-санитарных комиссий. 18 из них официальные миллионеры. Неделю назад Совет Безопасности поддержал указ президента по ликвидациям СЭК до конца года. Максим Плоткин РТВА Киев Автоконцерн Volkswagen собирается закрыть как минимум три завода в Германии в рамках мер по экономии. Об этом заявила глава производственного совета Даниэла Кавалла. По ее словам, закрытие площадок грозит потерей десятков тысяч рабочих мест. Кавалла добавила, что компания также планирует провести сокращение на остальных предприятиях. Официальных комментариев пока не поступало, но в сентябре концерн отменил гарантии занятости для сотрудников, которые действовали с 94-го года. Как ранее отмечало руководство, из-за высоких затрат на энергоносители и рабочую силу конкурировать на рынке становится сложнее. А последние 15 лет автоконцерн жил непосредством. При этом, как писала Financial Times, компания не ожидает роста спроса на автомобили в Европе. Сейчас на немецких заводах Volkswagen работают 120 тысяч человек. в правительстве Германии уже призвали концерн сохранить рабочие места. Там подчеркнули, что неправильные управленческие решения в прошлом не должны компенсироваться за счет сотрудников. Депутат Петербургского Заксобрания Борис Вишневский покидает городской парламент из-за статуса иноагента. Политик заявил, что пойти на это его вынудило законодательство. Вишневский уйдет 30 октября, при этом, по его словам, фракция Яблоко продолжит работу. Политик был депутатом Заксобрания с 2011 года. Сейчас он также занимает пост зампредседателя Яблока. В мае этого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иноагентам избираться или занимать должности в органах власти. До 10 ноября люди, имеющие такой статус, должны покинуть свои посты. На прошлой неделе полномочия лишили депутата Госсовета коми коммуниста Виктора Воробьева. Сам закон об иностранных агентах действует еще с 2012 года. Последние несколько лет власть его ужесточили. В частности, в 2020 таким статусом начали наделять не только организации, но и физические лица. А затем им удалось запретить преподавать, организовать публичные мероприятия и входить в избирательные комиссии. Хотя Владимир Путин до ужесточения законодательства заявлял, что этот статус не ведет к запретительным шагам со стороны государства. Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах. Он сделал это в штате Делавер. До основного дня голосования чуть больше недели и кандидаты активно борются за голоса избирателей. Дональд Трамп выступил на одной из центральных площадок на арене Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. С ним на сцену поднялись его основные соратники. Тем временем Камала Харрис провела встречи в церкви и на баскетбольной площадке в Филадельфии. За гонкой следит мой коллега Алексей Казанников. Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа стали собираться у Мэдисон-Сквер-Гарден на Манхэттене еще за сутки до начала митинга. Толпы вокруг стадиона на крыльце попкорны, прохладительные напитки внутри. Мага сумели сделать, если не Америку вновь великой, то своих избирателей фанатами, а предвыборные мероприятия настоящим концертом. Такой финальный аккорд президентской компании Дональда Трампа 20 тысяч человек в Мэдисоне около 70-ти вокруг стадиона на сцене разогрев в лице самых верных друзей бывшего хозяина Белого дома. Я не просто мага. Я темный готический мага. Энергия в этой комнате невероятная. Какая замечательная здесь группа людей. Самый богатый человек в мире Илон Маск к этому моменту пожертвовал на президентскую компанию Дональда Трампа уже 118 миллионов долларов. В августе этого года к слову в случае победы бывшего хозяина Белого дома предприниматель согласился занять пост в американском правительстве. К моменту выхода хедлайнера на сцену собравшаяся толпа уже была разогрета. А Дональду Трампу достаточно было всего лишь бросать в толпу привычные обвинения Камалы Харрис в деструктивности на посту вице-президента и обещание исправить все прорехи предыдущей администрации в кратчайшие сроки. Соединенные Штаты сейчас оккупированная страна. Станут быть оккупированной страной. Этого больше не будет. 5 ноября 2024 года. Через 9 дней в Америке будет День освобождения. Это будет настоящий День освобождения. Четыре раза на своем самом массовом за всю президентскую кампанию митинге Дональд Трамп упомянул Россию. Бывший хозяин Белого дома в очередной раз заявил, что хорошо ладит с президентом Путиным и остановит боевые действия в Украине. Но в этом контексте пожалуй интереснее звучит заявление правой руки Трампа кандидата в вице-президента Джей Ди Уэнса, который он сделал незадолго до митинга. В интервью NBC News он призвал к скорейшим переговорам с российским лидером. Кем вы видите президента России Владимира Путина? Союзником или врагом? Хорошо. Я думаю, очевидно, что он наш противник. Он наш конкурент. Но надо быть умными в плане дипломатии. То, что нам кто-то не нравится, не означает, что мы не можем время от времени вступать с ним в переговоры. И я думаю, что если мы когда-нибудь собираемся положить конец войне в Украине, на каком-то уровне нам придется вступить в какие-то переговоры между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе. И это просто необходимая часть. Настолько массовый митинг в Нью-Йорке это не только попытка Дональда Трампа почувствовать себя снова на вершине Олимпа. Здесь располагаются сразу шесть важных округов Конгресса, за которые идет ожесточенная борьба. Республиканцам необходимо побеждать, чтобы удержать свое довольно шаткое большинство в Палате Представителя, а также кресло спикера Майка Джонсона. Впрочем, кандидат Демократической партии США, причем что Байдена, что Камалу Харрис, представить на подобном митинге в Мэдисон-Сквер-Гарден непросто. Возможно, поэтому ряд левых американских СМИ, например, кандидат-вице-президент и Тим Уоллс, стали сравнивать выступление Трампа с нацистским собранием Германо-Американского Союза перед началом Второй мировой. То, что происходит прямо сейчас в этом месте на ваших глазах особенно пугает. Потому что в 1939-м приспешники другого фашистского лидера Адольфа Гитлера собрались в этом же зале на митинг за Америку. Митинг, на котором со сцены лились антисемитские призывы, а саму сцену украшали нацистские знамена. Я не вижу здесь никаких вонючих нацистов. Я не вижу здесь никаких вонючих террористов. Единственное, что я вижу, это кучка трудолюбивых мужчин и женщин, которые являются настоящими американцами. Кандидат вице-президента от Демократов Тим Уоллс во время митинга за Трампа встречался с коренным населением в Неваде. А Камала Харрис гостила Филадельфия. От голосов штата Пенсильвания по-прежнему очень многое может зависеть для всей президентской гонки. Харрис особое внимание уделяет темнокожим и латиноамериканским избирателям. Вице-президент посетила барбершоп, школьный баскетбольный матч, местный ресторан и церковь христианского сострадания. Я вижу веру в действии повсюду. Куда бы я ни пошла, я вижу замечательные поступки. Я вижу нацию, которая полна решимости перевернуть страницу ненависти и разделения, чтобы наметить новый путь вперед. К агитации за Камалу Харрис, но в первую очередь скорее против Трампа подключились голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Вы знаете, это меня просто выводит из себя, что мы с вами здесь собрались и вынуждены разговаривать о таком куске дерьма, как Дональд Трамп. О, привет всем! Как дела? Текущие опросы показывают, что Трамп лидирует в большинстве так называемых колеблющихся штатов и в Аризоне, и в Северной Каролине, и в Пенсильвании. В Джорджии и Висконсине бывший глава Белого дома президент предварительно набирают одинаковое число голосов. Камала Харрис лидирует в Мичигане. Так что интрига, кто же станет следующим американским президентом, судя по всему, будет сопровождать нас все оставшиеся до выборов США дни. Победа все еще непредсказуема. Алексей Казанников, Михаил Винокуров, РТВА. Мадрид и Нью-Дели открывают первый частный завод по производству военных самолетов в Индии. Совместное предприятие Airbus и Tate займется выпуском транспортных машин для замены устаревшего авиапарка индийских ВВС. Спустя два года строительства новое предприятие начнет свою работу в штате Гуджарат. На открытие завода прибыл лично премьер-министр Испании. Премьер-министр Моди, сегодняшнее событие это триумф вашего видения. Это триумф вашего стремления превратить Индию в промышленный центр мира и магнит для инвестиций и сотрудничества между предприятиями. Союз компаний Airbus и Tate это будет способствовать прогрессу индийской аэрокосмической промышленности и откроет новые двери для других европейских компаний. Новый завод займется финальной сборкой военно-транспортных самолетов Airbus S-295 испанской конструкции. Контракт между Мадридом и Нью-Дели на производство этих машин оценивается в 2,5 миллиарда долларов США. По нему Индия получит 56 самолетов. Из них 16 будут произведены в Испании, а остальные на новом заводе в штате Гуджарат. Сегодня мы являемся одним из крупнейших поставщиков запчастей для авиастроительных компаний всего мира. Новый завод позволит привлечь новых специалистов и создать новые промышленные отрасли в Индии. Первые самолеты поступят в ряды индийских ВВС уже в 26-м году, последние в середине 31-го года. Новые модели могут перевозить на своем борту до 70 военнослужащих. Они заменят устаревшие британские самолеты Авра и советские Ан-32. Сторонники бывшего президента Боливии Эва Моралеса перекрыли дорогу в одном из крупнейших городов страны Кочабамба. Люди требуют отставки правительства. На демонстрацию недовольные вышли после того, как политик обвинил действующей власти в попытке покушения на него. По его словам, за этим могут стоять несколько членов правительства, в том числе министр обороны. Власти это отрицают, а президент Луис Арсе призвал силовиков провести тщательное расследование. Нападение на Моралеса произошло накануне. Политик заявил, что четыре человека обстреляли его машину, когда он ехал на радиошоу. Ранение получил водитель Моралеса. Сам бывший президент сейчас находится под следствием по делу об изнасиловании несовершеннолетней. По данным обвинения, у него были снеотношения, в результате которых она родила ребенка. Моралес говорит о политическом преследовании. Правящая либерально-демократическая партия Японии впервые за 12 лет лишилась парламентского большинства. На внеочередных выборах, которые прошли накануне, более половины мест в ключевой нижней палате парламента получили оппозиционные партии. Об итогах выборов и их влиянии на политическую ситуацию в стране материал Василия Кучушева. На первой после подсчета голосов пресс-конференции японский премьер-министр Сигэру Исиба явно разочарован. Впервые за 12 и в третий раз за 70 лет правящая партия остается в парламенте в меньшинстве. Я понимаю, что этот суровый результат является резкой критикой со стороны общественности в отношении позиции либерально-демократической партии по реформам. Я твердо верю, что места, которые нам дали в парламенте, были ответом на голоса, высказанные общественностью, которая заявила, что либерально-демократической партии нужно быть более скромной, искренней и честной в своих отношениях с людьми. По данным экзитполов, на досрочных выборах, прошедших минувшее воскресенье правящая либерально-демократическая партия получила 191 место из 465. В то же время, как передает японский телеканал NHK, альянс оппозиционных партий, главный из которых либерально-конституционно-демократическая, займет в парламенте оставшиеся 250 мест. Для правящей коалиции это результат позорный, но не критический. То есть это позорная потеря мест для либерально-демократической партии. Это мощнейший удар по имиджу партии. Вот. Ну, вариант один искать себе союзников, но в любом случае уже, скажем так, привлечь каких-то крупных союзников правящая коалиция вряд ли сможет. Она, наверное, сможет обеспечить себе большинство в новом составе, такое рабочее небольшое большинство, которое позволит ей проводить те законы, какие правящая коалиция посчитает нужным. Но, конечно, правящая коалиция придется подвинуться и поделиться власти. Кусочком власти. С момента своего возникновения в 1955 году Либерально-демократическая партия практически беспрерывно руководила страной. Однако в последние годы, по мнению аналитиков, либералы пребывают в глубоком кризисе. В первую очередь это связано с чередой репутационных скандалов, связанных, например, с финансовыми махинациями высокопоставленных членов партии, замешанных, по данным японских СМИ, в различных коррупционных схемах при сборе средств на партийные нужды. Ущерб от подобных действий позднее был оценен в 500 миллионов иен, это около 3,5 миллионов долларов. Но даже смогли остановить падение рейтингов либерал-демократов. Кроме этого, в последнее время, как передает НХК, в стране отмечается заметное падение уровня жизни. Да, репутация подмочена, ну, собственно говоря, принятие символом этой подмоченной репутации является СМИ, избранный председателем ЛДП, просто я не знаю, все ли наши слушатели, зрители знают, что это такой вечный лузер, он там 5 или 6 раз принимал участие в выборах и всегда проигрывал, и в общем-то было легко предсказать, вопрос в том, сколько они потеряют голосов. По словам экспертов, с этим же набором проблем пытался бороться и предыдущий премьер Фумио Кисида, который в итоге решил не переизбираться и 27 сентября этого года покинул свой пост. А уже 15 октября власти Японии в лице нового премьера Сигару Исиба объявили о досрочных выборах в Нижнюю палату парламента. Так, по мнению аналитиков, Исиба планировал обнулить имидж партии и заручиться доверием народа перед началом реализации своей программы. В частности, как передает издание Никей в ближайших планах бывшего министра обороны Сигару Исибы создание азиатского аналога НАТО. Широкая общественность обеспокоена дисбалансом в правительстве, ведь оно занимается довольно серьезными вопросами, такими, как национальная оборона. Я уверена, что Исиба знает, что нужно стране и хотелось бы, чтобы остальные партии к этому прислушивались. Лично я голосовала за либерально-демократическую партию. В то же время, как считают аналитики, говорить о политическом кризисе или о том, что власть в стране перейдет к оппозиции пока рано. Скорее всего, дальнейшая судьба правительства будет решаться путем межпартийных договоренностей. Накануне Сигаро Исиба заявил, что готов вести конструктивный диалог с оппозицией. Василий Кучушев, Светлана Евдокимова, АРТВАЙ. В Уругвай объявили второй тур президентских выборов. На первом этапе, который прошел накануне, кандидат от умеренного левого альянса опередил соперника от правящих консерваторов. Но ему не хватило голосов для окончательной победы. При этом явка достигла 90%. Лидеры гонки в своих программах заострили внимание на борьбе с преступностью, повышением качества образования и пенсионной реформе. Наш широкий фронт среди других партий вновь стал партией, за которую в Уругвайе проголосовали больше всего. Давайте за эти 27 дней предпримем последнюю попытку с большим рвением, чем когда-либо, и с большим упорством, чем когда-либо коллеги. Мы собираемся представлять многих людей, которые не верят в политику, в том числе людей, которые, возможно, сегодня голосовали за широкий фронт, но теперь им предстоят выборы, на которых они будут сравнивать двух кандидатов, двух президентов. Я чувствую себя подготовленным, и я чувствую, что готов управлять страной. Сейчас каждый пятый ребенок в Уругвайе живет в бедности, а старшее поколение требует повышения пенсий. Трана считается одной из самых дорогих для жизни в Латинской Америке. Второй тур президентских выборов состоится 24 ноября. Процесс по делу французского актера Жерара Депарди, обвиняемого в сексуальных домогательствах, отложен на март 25-го года. Заседание длилось около трех часов. Защита кинозвезды наставила на переносе слушаний из-за состояния здоровья актера. Подробности в сюжете Дмитрия Лобанова. Транспаранты и флаги у здания суда в Париже активисты развернули ради одного человека, французского актера Жерара Депардье. Сегодня он должен был прийти на судебный процесс по делу о сексуальных домогательствах. Мы здесь для того, чтобы поддержать жертв и истцов, у которых хватает смелости публично выступить по этому делу, сделать процесс открытым, чтобы они могли быть представителями людей, которые не могут говорить, которые не будут говорить, потому что они слишком травмированы, потому что им слишком тяжело говорить об этом публично. Я здесь, чтобы сказать, что горжусь ими. Однако скандирование ни к чему не привели. 75-летний актер не смог присутствовать на процессе по состоянию здоровья. Защита настаивала на переносе заседания сразу на шесть месяцев. Суд согласился с доводами адвоката. Это первая победа для Жерара Депардье. Сегодня мы просили перенести заседание, потому что еще много людей, кого необходимо выслушать. Потому что, насколько я помню, некоторые свидетели были умышленно отстранены от показаний прокурорам. Исходя из чего, можно даже сделать вывод о том, что Жерар Депардье сам является жертвой лжи и оговора. Поэтому мы надеемся на то, что правда вскроется. В апреле этого года Депардье вызвали на допрос в полицию, а затем в суд. На фоне предполагаемого сексуализированного насилия в отношении двух женщин. Инциденты произошли в 2021 на площадке картины «Зеленые ставни». По иронии синопсис ленты рассказывал о талантливом актере, который мастерски носит и меняет маски. В конце 2023 телеканал «Франс-24» выпустил документальный фильм, в котором две женщины обвинили Депардье в изнасиловании. Тогда же аналогичное расследование выпустило издание «Медиапарт». В материале уже 13 женщин говорили о сексуализированном насилии со стороны артиста. Минкульт поднимал вопрос о лишении актера ордена почетного легиона. Позже он отказался от него сам. В защиту Депардье выступили более 50 французских деятелей культуры высказался даже президент страны Эммануэль Макрон, назвав Депардье гордостью Франции. Я не жалею о том, что защищал презумпцию невиновности общественного деятеля, в данном случае актера, точно так же, как я защищал политических деятелей. Если я и сожалею о чем-то, так это о том, что не сказал, насколько важны голоса жертв сексуального насилия, и насколько для меня важна эта борьба, и то, что мы примем меры. Проблему, а точнее замалчивание сексуализированного насилия во французском кино весной подняла актриса Жюдит Гардеш. Она обвинила режиссеров Бенуа Жако и Жака Дуайона в изнасиловании, когда она была несовершеннолетней. Летом мужчин взяла под стражу полиция. Такое ощущение, что женщины снова и снова выражают себя, пытаются связать эту историю с возможностью перемен. И вот я здесь, говорю так громко, как только могу, пытаюсь как можно шире распахнуть дверь. Но на самом деле ничего не происходит из-за системы, которая строилась годами. Я думаю, что во французском обществе есть что-то, что каким-то образом все еще привязано к эпохе Средневековья, знаете ли. Сам Жерар Депардье все обвинения отрицает. По словам адвоката, его клиент намерен предоставить доказательства, показывающие, что все обвинения ложь и дезинформация. Такие выводы защита готова подкрепить показаниями как минимум восьми свидетелей. Дмитрий Лобанов и Светлана Евдокимова, RTVI. На японской АЭС Фукусима-1 возобновилась операция по извлечению расплавленного ядерного топлива. Как пишет Japan Times, работы начались 10 сентября, впервые с момента аварии. Но уже через неделю их пришлось остановить из-за неполадок с камерами. Сейчас для извлечения топлива используется специальная телескопическая удочка. Пока планируется получить образец с весом несколько граммов для дальнейшего изучения. Если эксперимент окажется успешным, удочку заменят на роботизированную руку. Предположительно, в зданиях электростанции находится 880 тонн расплавленного ядерного топлива и обломков конструкций. Изначально работы собирались начать еще три года назад, но их пришлось отложить из-за пандемии коронавируса и задержки в разработке устройства. В целом, план по ликвидации АЭС рассчитан более чем на 30 лет. Папа Римский Франциск ратифицировал итоговый документ Синода. Первая его часть посвящена воинам и насилию в наши дни. Вторая – внутренним проблемам церкви и третья – особенностям церковной миссии в современном мире. Однако, по наиболее острым вопросам, в их числе положения женщин в церкви и отношения к представителям ЛГБТК сообщества, принятие решений вновь отложили. С подробностями Дарья Петрачкова. Три года ожидания ради несвершившейся революции. Женщины-католички разочарованы итоговым документом Синода. В документе есть несколько очень щедрых заявлений о равенстве женщин, но при этом не указаны конкретные шаги по их реализации. Я думаю, что многие женщины почувствуют себя обделенными, оставленными в стороне из-за этого. Пятидесятистраничный текст Папа Римский Франциск артифицировал накануне и принял в качестве авторитетного учения церкви. В нем, в частности, предлагаются решения проблем с насилием и враждебным отношением к мигрантам. Говорится о необходимости привлечения большего числа женщин для преподавания в семинариях и признается их вклад в служение церкви. Однако ответы на, пожалуй, один из самых острых вопросов век феминизма «Могут ли женщины быть рукоположены?» В документе по-прежнему нет. Святой Отец не сказал «да» или «нет» насчет рукоположения женщин в диаконы. Он просто сказал, что этот вопрос остается открытым. Его нужно изучить. Для этого проведут исследование, в котором в первую очередь будет рассматриваться вклад женщин в историю церкви с точки зрения ритуального и общинного лидерства без рукоположения. Исследование, о котором идет речь, опубликуют в июне следующего года. Оно, как ожидается, поможет Ватикану принять окончательное решение насчет установления гендерного равенства в церкви. Однако невозможность поставить точку в вопросе прямо сейчас подняла волну и недовольство. Почти четверть делегатов проголосовали против дальнейшего изучения проблемы. «Это не классический способ подкладывания решений на неопределенный срок. Наше решение соответствует синодальному стилю слушать, созывать, различать, решать и оценивать. В этом темпе необходимы паузы, молчания, молитвы». Несогласные, впрочем, говорят, что вопрос и так уже изучали три года. А в собрании прошлого года и вовсе впервые в истории участие приняли женщины. Тогда казалось, что их допуск к разработке документа станет поворотным. «В этом завете совершенно четко говорится о том, что кто первый пал? Пала Ева, потом она соблазнила мужа. То есть через нее вошел мир соблазн. Отсюда вот с этого момента, с этого мифа о грехопадении идет вот это гендерное неравенство, отношение к женщине, которое он процитировал даже в Новом Завете. Но еще раз говорю, что после воскресения Христа и после вознесения Божьей Матери, конечно, роль женщины неизмерима вообще стала высока в церкви. Впрочем, история все же знает женщин-священнослужителей. В Восточной Церкви с 1 по 8 век были дьяконисы. Иными словами, дьяконы для женщин. Ими становились незамужние христианки, которые полностью отдавали себя Богу. Они сопровождали прихожанок в Таинстве Крещения и поддерживали порядок в своей части храма. Вот только обусловленная эта должность была не свободой в церкви, а особым положением женщин в обществе. Им не полагалось контактировать с посторонними мужчинами. Кроме того, в современной протестантской и англиканской церкви уже есть женщины-епископы. Кризис коснулся и католической церкви. Снижается количество священников, естественно, возрастает роль женщин в церкви. Если взять страны, как Индию или Африку, где работает очень много женщин-миссионеров, католических миссионеров, конечно, они выполняют функции, в том числе и деканис. Итоговый документ не предлагает окончательного решения и по отношению церкви к представителям сообщества ЛГБТК+. Вопросы сексуальной ориентации в документе не рассматриваются. Однако делается акцент на заботе об уязвимых группах населения, содействии социальной справедливости и создании гостеприимной церкви. Дарья Петрачкова, Валерий Роганов, Кирилл Литовкин, RTVI. Полиция Нью-Йорка разогнала конкурс двойников, который устроили фанаты актера Тимоти Шаламе. Он прошел накануне в парке Вашингтон-сквер. Правоохранители заявили, что не смогли справиться с хаосом. В итоге организаторам выписали штраф Столпотворение началось после того, как на мероприятии появился сам Тимоти Шаламе, который сделал несколько фото с двойниками в окружении телохранителей. После вмешательства полиции конкурс перенесли на соседнюю улицу и уже там подвели итоги. Победителем стал 21-летний Майлз Митчелл, который разбрасывал конфеты в костюме Вилли Вонке. Он развернуто ответил на вопросы о знании французского языка, планах по улучшению мира и слухах о романе Скайли Дженнер. На этом все. Итоги понедельника вместе с журналистами РТВИ подвел я, Александр Павлов. Подписывайтесь на телеграм-канал РТВИ и на наш ютуб-канал. Там еще больше новостей. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова